Всем привет! В продолжении темы 1911 и 3D принтер представляю вторую часть видео с установкой различных печатных модификаций на пистолет. Ссылки на мои модели, а также комплектующие будут представлены в описании к видео. Скачать модели можно будет бесплатно с сайта Singiverse. Еще хотелось бы добавить, что размеры для всех приспособлений брались с ГБВ пистолета от фирмы WE. Гарантировать совместимость с другими производителями, например, Marui или KJV, я не могу. Единственное, что будет адаптировано для KJV – это щеки. Так что печатаем, ставим, проверяем и отписываемся в комментарии по совместимости. Прежде чем я покажу, как установить те или иные модификации на 1911, мне придется разобрать пистолет почти полностью, что я, собственно, и сделал. Итак, начнем, что ли? Самое неудобное по замене в 1911 – это спусковые крючки. Для этого нам придется разобрать практически пистолет полностью. Для того, чтобы заменить спусковой крючок, надо снять непосредственно на сам спуск с рамки крепления. Для этого нам потребуется выбить штифт фиксирующий. Он очень маленького диаметра, для этого подойдет очень хорошо – маленькая отвертка, типа торкс, ну или если у вас есть выколотка такого диаметра. Так, вот, выдавили, далее достаем. Так, поставим этот сапог. Так, установили спуск на рамку и возвращаем его в раму пистолета. Чтобы зафиксировать спуск, необходимо вернуть на место кнопку сброса. Возвращаем на место, и чтобы он зафиксировался, надо повернуть замок. Пружина откинулась, спуск, спусковая кнопка работает. Спусковой крючок на месте, никуда он уже не едется. Далее. Так, далее. Магвелл. Мною отрисован два типа магвеллов – с угловатыми ребрами и с плавными обводами. Каждый тип магвелла используется своим форм-фактором щек. Например, угловатый используется непосредственно с щечками типа соты для плавных переходов. А магвелл с плавными переходами используется щечками типа рыцарь. Ну и другими подобными. Для установки магвелла взамен штатного корпуса боевой пружины нам потребуется из корпуса боевой пружины выбить пин, удерживающий пружину с толкателем. И установим все это добро, интересующее нас магвелл. Так. Собираем в обратном порядке. Так, есть, установили. Затем нам потребуется установить его непосредственно на рамку пистолета. Но прежде чем мы это сделаем, необходимо проверить соосность на всякий случай. Если что-то будет не совпадать, пройтись сверлом 4 мм для лучшей точности и чтобы исключить дальнейшие проблемы при установке остальных элементов. Но не все так просто. Вот так оставлять нельзя, даже если у нас все отверстия совпадают. Теперь нам необходимо вернуть на место все элементы толкателей, пружины, ударники. И только после этого устанавливать магвалку. Возвращаем на место. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правосторонний предохранитель можно пока не фиксировать, пока не вернемся к щечкам, потому что именно щечки его поджимают. Сейчас он просто выводится. Так, переходим к следующей детали. Продолжение следует... 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 Так... Для фиксации целика непосредственно в газовую камеру нам надо использовать... О! Удлиненный виндик относительно того, что используется штатно. Если низкие целики, можно зафиксировать штатным винтиком, который у нас шел, со старыми целиками и мушками, то для нового, то для высокого надо использовать удлиненный. Я использую DIN 7991, размер 3х8. Ну а пока слайд у нас в руках, можно сразу же установить на него ДТК. Значит, что я предлагаю? Отрисован два типа ДТК, но двумя различными способами крепления. Уменьшенный, то есть стандартный и уменьшенный. Первый тип фиксируется непосредственно вместо втулки ствола. Сейчас я это все покажу. А другой фиксируется при помощи перехода для глушителя. Вот такая штучка с плюс 11 на минус 14. Вкручивается непосредственно в ДТК и уже накручивается на ствол. Это тоже я сейчас продемонстрировал. Так, возвращаем ствол в пружину. Так, значит, первый тип фиксации ДТК. Вместо втулки ствола. Так, что у нас получается? Так, при движении слайда будет выглядывать ствол из ДТК. Но ДТК жестко зафиксирован непосредственно на слайде. Второй вариант. Возвращаем штатную втулку ствола на место и прикручиваем ДТК непосредственно к стволу. В этом случае у нас ДТК зафиксирован на стволе и при движении слайда он остается на месте. Какой ДТК вам устанавливать, решать только вам. Так, по поводу модели глушителя Osprey. Моделька не моя. Скачал на Singiverse. Их там очень много. Так что никакой проблем не составляет ее там найти. Скачать и распечатать. Пользуйтесь на здоровье. Далее. Сейчас приступаем к самому сложному. Необходимо установить щечки на рамках пистолета. И поможет нам этом высшее инженерное образование. Для установки можно использовать штатные винты. А также можно использовать заменители. GIN 7991, GIN 912 и ISO 7380 с размерами 4х8. Ну, либо аналоги, если вам не нравится 6-граммик. Так, устанавливаем. Главное, чтобы все совпало. Да, щечки «Рыцарь». Вот, недавно изобразил. Сам разукрасил. Так что не думайте, что он из принтера напечатался в такой расцветке. Данные щечки были навеяны игрой «Фухуар». Или просто «Хуар». Но сейчас не об игре. Сейчас на пистолете. Так, щечки установили. На мой взгляд, очень гармонично смотрится. Так. Далее. Переходники для крепления оптики, коллиматоров и тому подобного. В подствольных гранатометах. Ну, кто как любит. Значит, двухстенный. Назовем его так. Фиксируется просто. Цепляем его на нижнюю рельсу. И при желании, фиксируем винтом. Через одно из технологических отверстий. Крепление достаточно жесткое. Тем более, если его распечатаете с заполнением 100%, точно будет очень крепко сидеть. Коллиматор никуда не денется. Точка прицеливания не забивается. Второй вариант. Одностенная. Тут уже вопросы возникают. Если заполнение не делать 100%, то появляется гибкость. Фиксируется, но уже немножко по-другому. То есть, я ставлю модель такую же, как и двухстенный, чтобы фиксировалось просто винтом. А есть... Не знаю, как это назвать, но стягивается винтами с двух сторон. Через гайку. В модели будут добавлены. Так, а оно, если печатать его с заполнением меньше 100%, имеет люфт, скажем так. Я его распечатал, так как спешил с заполнением 30% и, соответственно, поплатился тем, что оно гибковатое, скажем так. Но, думаю, печать на 100% решит эту проблему. Так, вот так. Вот и все модели, что я нарисовал. Скачивайте, печатайте, делитесь впечатлениями. Буду рад, если вы отделитесь фотами ваших вторичек с вышеперечисленными модификациями. Фотки оставлять надо, не надо, а желательно в группе ВКонтакте. Если данные модели были для вас полезны, не откажусь от стимулятора в виде доната. Для этого размещу реквизиты в описании к видео. А в ближайшем будущем я планирую подготовить серию видео по изнасилованию, точнее, неправильно сказать, по прокачке пистолета. Это ГЛОК. Почему ГЛОК? Это потому что... ГЛОК. Потому что это ГЛОК. А на этом я со всеми прощаюсь. Всем бобра и до скорого. Подписывайтесь на наш канал.